Чем отличается человек от животного? Да практически ничем, если в нем нет Святого Духа. Но если в человеке есть Святой Дух, тогда человек резко отличается, резко от животного. И, конечно, он тогда стоит на ступеньке более высокого развития. Ведь Бог поставил все под власть человека, всех рыб и птиц и весь животный мир. И поэтому, насажденные в Доме Господнем, мы цветем во дворах Бога нашего. Мы в старости сочные, плодовитые, чтобы возвещать, не молчать. Вы знаете, животные, насколько они ограничены, и то они славят. Утром птички поют под окном. Я сегодня не спал, а рассвет встречал. И такие птички, такие из Израиля. Была сегодня трансляция. Какие там поют птички? Ну, я вам дам послушать. Там калибри есть даже, калибри маленькие. И это так интересно, когда утром просыпается все. И у меня под окнами каштан зацвел. Такие белые свечи, красивые, на зеленом фоне. Любуюсь, прославляю Господа. Все дышащее дославит Господа. Все дышащее дославит Господа. Вчера была тема, напоминают мне, пишут в Фейсбуке, крик. В полночь раздался крик. Крик. Причем не просто, аааа, какой-то такой крик. А конкретный текст прозвучал. Пробудитесь, вставайте, выходите навстречу жениху. Жених пришел. Он уже за дверью, практически надо открыть дверь, и он сразу войдет Вот такая сейчас ситуация И об этой ситуации кричат пророки, учителя и пастыря Послушайте Юрия Младшего, такая сильная, о битве с началами То есть, конечно, есть люди разного уровня Есть девушки, которые спят И среди них есть как мудрые, так и глупые И они все вместе Пока что еще не видим разницы Но скоро, когда раздастся крик Все увидят в каждом собрании, в каждом служении Увидят разницу между мудрыми и глупыми Мудрые, они запаслись на этот темный час Они слушали внимательно онлайн-трансляции И они делали так, как инструктировал их Святой Дух через пророка И у них, конечно, будет успех У них будет успех масла на темное время Чтобы светильник не угас Чтобы светильник не угас И так темно И тут еще и светильник гаснет Это будет трагедия Но наоборот Подлили маслечко Подул ветерок И огонь ярко осветил всю эту тьму И тьма рассеялась в стороны А свет остался и светит Посреди самой кромешной и густой темноты Но были еще те, которые не спали Не спали, но стояли на башне Наблюдая за временем приближения Свадебного кортеджа Жениха И это, конечно же, апостолы Это, конечно же, пророки Я вам скажу, что из всех Пятигранного служения Самый громкий голос у апостола На втором месте пророк идет Но апостол, когда говорит Ну, выше всех, конечно, Господь Когда он говорил То иоанн, пророк, упал И апостол Пророк и апостол в одном лице Упал, как мертвый Даниэль, пророк, упал Упал к ногам ангела Не в силах удерживать Вот эту силу и славу Которую он пребывал И плоть, она немощна Она не способна выдерживать Поэтому нам нужно будет Выйти из тела и водвориться у Господа Вот к этому сейчас и все идет Научиться выходить из тела Оставлять тело и водворяться к Господу Я вспоминаю историю Из старого пятидесятничества У нас был пророк один И вот один пророк Он много молился И слышал Господа И однажды Господь ему сказал Я заберу тебя на три дня И предупреди жену Чтобы не хоронили тебя Тело твое Потому что ты будешь у меня Я тебя к себе хочу взять Показать тебе вечность И он предупредил жену Домашних всех Что если вдруг я умру Не хороните меня Пожалуйста И так и произошло Он лег на диванчик Поспать И приходит ангел Пошли Взял его И повел Туннель там все Скорость Свет Рай Святые И сам Господь И вот он с Господом Провел три дня И Господь ему показал Будущее Чем закончится Жизнь История человечества Очень много Он рассказывал Из того Что уже произошло И потом он вернулся В тело И вот что он говорит Я говорит Когда ангел Меня подвел к телу Я вижу на диване Я как спал Вот так лежал Так мое тело И лежит под одеялом Жена ходит Смотрит Ожил не ожил Холодный Трогает Холодный еще Вот И ангел говорит Ты должен войти В это тело А мне так не хочется После райской жизни Заходить в эту Поганую плоть Она такая Поганая Она такая Ужасная Холодная Мертвая Мертвая Остывшая И ангел говорит Заходи И мой дух Говорит Зашел Зашел Через рот Да Раз туда И все Занырнул Как в норку В пещерку И говорит Чувствую Что я уже Мой дух Уже в теле А тело Сключенное Три дня Не шевелилось Холодное Такое И вот Мозги Работают Мысли Работают Так Что Потихоньку Начинай Шевелить Пальцами Давай Потихоньку Руками Двигай Ногами Жена Увидела Подбежала Скажи Чтобы Растирала Растирала Она начала Его растирать И он Так очухался Через Несколько Часов И Потом Начал Рассказывать Все же Собрались Вся община Там Ваня Где ты был Что Ты Бачил Три Дня Расскажи И он Интересные Вещи Рассказывал Например Я Когда Попал На Небеса Господь Мне Сказал Хочешь Я покажу Твою Книгу Жизни И Он Говорит Конечно Господи Хочу И Господь Откуда Раз Это Книга Жизни Его И Господь Ее Листает Листает А В ней Говорит Есть Светлые Такие Страницы Аж Сияют А Есть Темные Грязные Такие Черные Страницы В этой Книги И Я Говорю Господи Что Это Черные Страницы Он Говорит Это Дни Когда Ты Грешил И Не Каялся Это Дни Твоих Грехов На Земле Когда Ты Делал Грехи Грехи Будут Листки Разных Интересных Местах Небесных И Поэтому Вечность Для нас Это Не Что По Наслышке Мы Апостолы Писали Это Не В углу Происходило Это Не Легенды Не Сказки Не Притчи Не Иносказания Это Реальная Субстанция Вечная Жизнь Духовный Мир И Нам Нужно Вникать В себя И в учение Этим Заниматься Постоянно И Дух Святой Начнет Открывать Наши Очи Слепые Уши Глухие Разум Законсервированный И Мы Начнем Видеть Видение Слышать Голос Божий И Понимать Значимое Что Говорит Святой Дух Даже Когда Дух Святой Будет Говорит На Иных Языках Мы Будем Спокойно Все Истолковывать Сегодня У нас Очень Интересный Стих Этот Стих Из 18 Главы Пророка Ищаяу Ищаяу И 18 Глава Она Не Очень Большая Достойно Чтобы Прочитать Всю Но Нас Дух Святой Показал Стих 4 Я Его Зачитаю Так Так Мне Сказал Господь Я Спокойно Буду Смотреть Из Моего Жилища Как Марь Во В Знойный День Как Облако Пара В Жатвенный Зной Я Я Спокойно Буду Смотреть Я Спокойно Смотрю Из Моего Жилища Если Концентрация Землетрясений Ежедневные Ежечасовые Небольшие Незаметные Даже для человека 2-3 балла Начинают Нарастать Нарастать И Нарастать И Мы Ждем Огромных Землетрясений Как Знаки Пришествия И Одно Место Это Италия Мегавулкан В море Который Находится Везувие Это Как Отголосок Этого Мегавулкана И Там Ожидается До 8-9 Баллов Землетрясений Италию Трясет Постоянно Периодически И В Италии Находится Папский Престол И Там Эпицентр Религии Религия Которая Опиум Для народа Для народов Самая Многочисленная Динаминация Планеты Земля И Там Штаб Квартира С подвалами Заполненными Золотом И Артефактами Они Собирали Еще С Какого Там Третьего Четвертого Века Папская Курия Существует Без Изменений Никто Ее не Завоевал Она Все Завоевывает 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 Новых Новых Адептов И Католицизм Распространен Очень Серьезно По Планете Земля А Римский Папа Всегда Человек Незаурядный Интересный И Это Ключевой Человек На Планете Земля Если Какие-то Сговоры Тайные Правительства Будут Существовать То Римский Папа Об этом Будет Знать Первый Первый Что он Входит В десятку Самых Влиятельных Людей Планеты Земля И Конечно Италия Сейчас Становится В центре Нашего Внимания Вот Оля Не случайно У нас Появилась Потому что До этого У нас В Италии Ну там Какие-то Были Отголосочки Но Ничего Конкретного А тут Конкретная Сестра Конкретная С нами В команде В молитве Даятель Мощная Сильная И Благословенная И Поэтому Конечно Мы знаем Что Оля Для Нас Имеет Большое Значение Мы за Нее Молимся Чтобы Не Произошло В Италии Мы Молимся Чтобы Дух Святой Защитил И Помиловал Олю И Тех Кто Будет С ней Ну Обычно Это Так Человек Он Предупреждает Всех Об Опасности Потом Он Укрывается В каком-то Доме Или В какой-то Вершине Или Пещере Или В каком-то Месте И Те Кто Поверили Идут С ним И Остаются В живых Как Ковчег Ноев Так Вот Эти Многочисленные Нои По всей Планете Земля Будут Собирать Соседей Родственников И И Других Близких Людей Которые Поверят Слышанному От Нас И Которым Откроется Мышца Господня Чтобы День Тот Не Застиг Их Внезапно Потому Что Он Найдет Как Сеть Сеть Ловит Рыбу И Это Для Рыбы Всегда Неожиданность Есть Рыба Которая Не Плавает Там Где Сеть Ловит Вот Она Любит Другие Места Но Есть Рыба Глупая Которая Любит Солнечный Свет Она Любит Погреться В лучах Солнца В чистой Водичке Кстати Вокруг Италии Очень Чистые Моря Вот Я Публикую Фейсбуке Там Фотографии Сарагосского Моря Другого Моря Ну Чистейшая Вода Просто Как Слеза И У меня В планах Есть Молитвенных После Израиля Купить Новый Автомобиль И Совершить Путешествие А может Без Автомобиля Просто Автомобиль Удобно И Посетить Италию И Помолиться Там Ж Есть Среди Всех Итальянцев Кто-то Кто Достоин Я Смотрел Документальные Разные Фильмы Про Италию Интересовался И Для Меня Этот Эта Часть Земли Она Интересна Там Как Как бы Время Остановилось В радиусе 17-18 Века Представьте Себе Что Дома Которые Там Стоят В большинстве Своем Никогда Не Были Разрушены 17 Века Очень Много Древности Очень Много Старины Вулкан Везувий Законсервировал Город Помпеи И Там Люди Как Были Так И Законсервировались За столами На Дорогах Вот И Ученые Откапывают Периодически Новые Новые Персонажи И там Уже Их знают Кто Посещает Туристы И так Далее Помпеи Это Содом И Гамора Погибли Внезапно В одно Мгновение Когда Никто Не Ждал Бабах И этот Великий Центр Разврата Стал Мертвой Субстанцией Как Содом И Гамора Но Содом И Гамора Не Могут Даже Достать До Дна Из-за Концентрации Соли Мертвого Моря Водолазы Неподводные Лодки Ничто Не Может Опуститься На Дно Забрать Там Золото Там Же Золото Немеряно Золото Драгоценности Там Же Семь Городов Которые Славились Своими Богатствами И Почему Лод Там Жил Лод Унравился Мегаполис Лод Унравился Дом И Хамора И Другие Пять Городов Где Жили Люди Неистого Развратные Неистого Просто До Беспредела Как Сегодня Это В Европе В Америке В Великой Британии И Не знаю Как Насчет Гомосексуализма И Лесбиянства Но Остров Лесбос Это же Итальянская Территория Это Целый Остров Где Девушки Уединялись И Занимались Любовью Лесбос И Отсюда Лесбийские Отношения Или Лесбийская Любовь Девушка С девушкой Занимается Сексуальными Отношениями И Не знаю Где Мужчина С мужчиной На каком Острове По-моему Это Это Очень Древнее Занятие И Евнухи Чаще Чаще Вот Изобразил Духовный Духовный Мир Такой Какой Он На самом Деле Видел Вот Художники Они Очень Тонкие Люди Они Видят Часто Духовный Мир Думают Из Иллюзорные Иллюзорные Пятнадцатого Века Быть Папой Римским Или Там Еще Кем То Ой Вей Ой Вей Это Как Марьева В Знойный День Это Ничто Это Ничтожная Никчемная Пустая Жизнь Да Она Выглядит Красиво Марьева Она Красиво Выглядит Да Мы Любим Наблюдать Замарьев Марьева Но Это Все Проходящее Это Проходящее Как Облако Пара Вжатвенный Зной Вот Я Сейчас Поеду Туда Где Плюс Пятьдесят Шестьдесят На Солнышке И В тенечке Плюс Сорок Вот Там Очень Вжатвенный Зной Испарение Поднимается Особенно После Дождя Когда Польют И шланга Там Или Орошают Или Фонтаны Знаете И ты сидишь В тенечке И смотришь Как Испарения От земли Идут Вжатвенный Зной И не случайно Слово Жатвенный Потому Что Жатва На земле Созрела И Время Жатвы Пришло Поэтому Мы ждем Апостолов Поэтому Мы ждем Пророков Это Последние Элементы Недостающие Для полноты Картины И когда Появляются Пророки Вымоленные Нами И другими Когда Появляются Апостолы Вымоленные Выпощенные Мы за это Заплатили Цену Вот Сегодня Ни много Ни мало Сейчас скажу Сколько Людей 12 человек В посте Пойдите Заставьте Поститься 12 человек За одну Тему Единую Которую Дал Святой Дух Дар Пророка Для Исраэля Дар Служения Пророка Для Исраэля Это Господин Жатвы Вышли Делатели На Жатву Мы Это Просим Мы Умоляем Господина Жатвы Вышли 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 Делатели На Жатвы 12 человек В посте Заклялись Решили Приняли Решение Ну Тут Я Назвал 12 Даже Больше Даже Больше Даже Больше И Эти Люди Это Больше Десяти Даже Больше Двенадцати Человек Они Согласились Просить О Даре Пророка Для Исраэля И Как Вы Думаете Отец Который Смотрит На Небеса И Видит Наши Усилия И Говорит Я Знаю Твои Дела И Твой Труд И Твою Веру И Что Ты Не Можешь Сносить Развратных И 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 Апостолы Ни Развлечения И И Говорит Боже Помилуй Боже Будь Милостив К нам И Благослови Нас И Тут Вот Сегодня Заступают Раз Как вы думаете Если Это Будет Крутиться Галгал Поста До 29 Мая Что Мы Сделаем На Этой Планете Земля Вернее Что Сделает Бог Через Этот Пост И Молитву Когда Помолился И Постился Даниэль Но Он Был Один Сидрах Месах И Авдинага Были Его Команды Но В Этом Уровне Даже Они Не Могли Быть Он Должен Был Быть Один Муж Желаний Муж Желаний И Он Был В Посте 21 День Наш Пост Больше Чем 21 День Мы Начали Поститься С Конца Апреля И Больше Месяца Мы Будем В Посте Месяц В Посте И Это Серьезно 30 Дневный 30 Суточный Но Я Еще Вам Скажу Наперед Как И Говорил В Начале Если Он Скажет Продлить Пост До Пришествия Мы Продлим Пост До Пришествия И Мы Будем В Посте Пожизненно Сколько Мы Во Плоти Здесь На Этой Планете Земля Потому Что Если Праведность Ваша Не Превзойдет Праведности Книжников И Фарисеев То Вы Не Можете Называться Моими Учениками Праведность Книжников Два Раза В Неделю Евреи Постятся Два Раза В Неделю Они Ничего Не Едят На Празднике У них Еще Больше Дней Поста Поэтому Если Фарисеи Постятся И Называют Это Праведностью То Насколько Выше Праведность Святых Рожденных От Воды Духа И Исполненных Раха Кудеш Которые Не Просто Молятся А Как Говорил Один Провод Что Ты Берешь И Трясешь Мой Престол Они Трясут Престол Бога И Говорят Не Отпущу Не Отпущу Дай Пророка Для Исраэля Дай Пророка Отец Дай Пророка Дай Девять Даров Служений Для Исраэля Отец И Они Трясут Божий Престол И Бог Говорит Ангелам Дайте Им Дайте Это Мои Сыны Это Мои Дети И Вот И Шаяху Тоже Был Такой Муж Желаний Сильный Пророк Очень Сильный И Смотрите Какое Пророчество Он Оставил Нам В 18 Главе Пророчество О Куше Горе Стране Шумящих Крыльев Что Лежит За реками Микуша Отправляющий Морем Послов В Папирус Ных Лодках По водам Идите Домой Скорые Вестники К Народу Высокому С Гладкой Кожей К Народу Наводящему Страх Близи Вдали К Народу Сильному И Победоносному Чью Землю Разрезали Реки Все Вы Обитатели Мира Вы Живущие На Земле Когда над горами Поднимется Знамя Сражения Вы Увидите Говорю Всем Всем Кто Слышит Когда над горами Поднимется Знамя Сражения Вы Увидите И не надо Будет Никого Уговаривать Приди Тебе Нужно Господу Покайся Дурачок Давай Пойдем Воскресенье В церковь Там Будет Такой Плач Искрежет Зубов Ну У кого Зубы Останутся Поэтому Все Вы Обитатели Мира Вы Живущие На Земле Когда Над горами Поднимется Знамя Сражения Вы Увидите И Когда Зазвучит Шафар Шафар Вы Услышите Так Мне Сказал Господь Адонай Циваот Я Спокойно Буду Смотреть Из Моего Жилища Как Марьево В знойный День Как Облако Пара В жатвенный Зной Еще До сбора Винограда Когда Опадает Цвет И Цветок Становится Зреющей Грозью Он Отрежет Ножом Побеги Срежет Поросль И Унесет Все Они Будут Оставлены Хищным Горным Птицам И Диким Зверям Птицы Будут Кормиться Ими Все Лето А Дикие Звери Всю Зиму В то Время Очень Интересно Пророчество В то Время Адонайцева От Ему Будут Принесены Дары От Народа Высокого С Гладкой Кожей От Народа Наводящего Страх Вблизи И Вдали От Народа Сильного И Победоносного Чью Землю Разрезали Реки Дары Будут Принесены На Гору Си Ю Место Имени Адонайцева От Куда Принесены На Гору Си Ю А где Город Си Он На Земле А в Какой Части Света В Израиле А в Каком Городе И Иерусалим Какие Вопросы Что-то Начнет Происходить В Иерусалиме Как Во дни Апостолов Как Во дни Пророков Спасибо За лайки Молодец Умничка Так Хорошо Надежда Не Постыжает Сион Обратите Внимание Дары Будут Принесены На Горы Сион Потому Что Это Будет Местом Имени Господа Циваота То есть Это Будет Место На Земле Где Самый Большой Портал Откроется И Люди Будут Видеть Ангелов Восходящих И Нисходящих Они Будут Видеть Такие Чудеса Я Читал Недавно Монах На Заутренней Молитве Там Православном Монастыре Полетел Ну Молились И Воспевали Всевышнего Православные Да Постились Там И Он Такой Искренний Такой Хороший Мальчик И Шурунчик И Он Ж Там Среди Них Но Никто Не Полетел Только Он И Дух Видят Над Мой Этот Брат Ануфрий Вознесся И Кружит По Залу Как Аэроплан И Все Перепугали И Сказали Боже Не Яли Не Яли Ой Знаете Что Не Дает Нам Летать Грех Плоть Плоть Это Якорь Якорь Духа Как Как Только Якорь Срежем Так И Дух Взлетит Как Шарики Летают Ниточку Обрезал И Улетел Когда Один Проповедник Говорит Ну И то Что В церквях Падают Меня Уже Не Удивляет Я Я Видел Сны Уже Как Я Летаю Летаю Над Большими Собраниями И Проповедую С воздуха С неба Свыше И Это Людям Очень Впечатляет Это Убеждает Очень Сильно Когда За Кафедрой Стоит Морчок Какой-то Старичок Непонятный И Что-то Буровит Под нос На тему Религиозной Набожности Какой-то То Меня Это Уже Не Впечатляет Но Когда Над Собранием Воспалил Апостол И Начал Громовым Голосом С неба Вещать Вот Это Оно Возбудит Ревность У Евреев Потому Что Евреи Требуют Чудес И Они Их Получат Давайте Это Скажем Три Раза Иудеи Ищут Чудес Эллины Мудрости И Евреи Получат Чудеса Уже В этом Году Уже В этом Месяце Уже Сейчас Они Увидят То О чем Мне было Говорено Они Услышат То О чем Не знали Их Убедит Это Больше Всего Рави Пришел Никодим Никодим Ой Ой Никодимчик Ночью Старейшина Член Синедриона Идет Самый 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 Ну как Сказать Матерый Самый Матерый Фарисей Самый Самый Уважаемый Всеми Евреями Рэбе И Самый 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 Посвященный И И вот Он Ночью Ночью Шкреп Шкреп Окошко Открыто Летом Тепло Рави Это кто? Это я Никодим Какой Никодим? Член Синедриона Ты же знаешь А Рэбе Никодим Заходи Залазь В окошко Давай Что ты Хотел? Рэбе Никодим Рави Рэбе Никодим Называет Сына Плотника Рави Значит Что-то С мозгами Уже Произошло Да? И Рэбе Никодим Называет Ешуа Рави Что значит Учитель То есть Он признает Авторитет Он склоняется Перед этим Авторитетом И говорит Такие удивительные Интересные Слова Рави Мы знаем Что ты Учитель Пришедший От Всевышнего Юдгей Вав Гей Откуда Знаем Откуда Откуда Знаем Спрашиваю Все Откуда Знаем Откуда Они Знают Он Объясняет Потому Что Таких Дел И Таких Чудес Которые Ты Творишь Никто Не Может Творить Если Не Будет С Ним Юд Гей Вав Гей Опа Все Вот Что Надо Евреям Не Сюси Муси Писюлечки В стену Плача А Нужна Нужны Чудеса Такого Уровня Которые Сотворил Ешо И Этому Поколению Евреям Будет Явлены Чудеса Еще Более Более Сих То То Что Ешо Сотворил Мы Повторим Это Все И Мертвый Труп Разложившийся Воскреснет И Слепорожденные В Пустых Глазницах Образуются Новые Глаза И Там Где Отсутствовала Барабанная Перепонка Она Вырастет Там Где Не было Почки Она Создастся Там Где Были Кости Переломанные Уйдут Все Следы Перелома Все Начнет Тело Оживать Жить Танцевать Радоваться Веселиться И Эта Веселая Дружная Мишпаха Начнет Ходить По Израилю Веселой Толпой Такой Знаете Кто Это Кто Это Как Царь Одетый С Толпой Будто Вы Пьяных Рыбаков Так Это Жи Ешуа Из Нацарета Он Исцеляет Больных Он Воскрешает Мертвецов Пам Паба Так Это Жи Рыбе Юзик Что Приехал К нам Он Идет Столпой Пьяных Рыбаков Рыбаков Они Опять Что Будут Город Переворачивать Полиция На Коленях Все Эти Все На Коленях Фарисеи Бегут Кто Господь Сам Сам И Саввл Прозрел Брат Саввл Шауль Шауль Его Имя Прозрел И Это Было Смотришь Уже Шауль С Толпой Будто Бы Пьяных Рыбаков И Пошел 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 По Городам Оси Опа В Эфес Зашел Кипиш Сделал Все Кричат Вели Картами Да Эфес С ума Сошли Какие То Евреи Всесветные Возмутители Явились К нам В В этом году Чудеса Послушайте Мой сын Едет В Эфес Знаете Эфес Говорит А я Еду В Иерусалим Вот И Что Это Объясните Я говорю Сынок Захватываем Землю Именно Святые Города Святые Места Надо Святые Места Захватывать Потому Что Там 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 Есть Порталы Там Настоящие Апостолы Молились Не Шушера Это Сегодняшний Настоящий Богатыри Как написано В стихотворении Лермонтова Не мы Плохая им досталась Доля Немногие Вернулись В поле Ну что делать Вот Они на небесах Они в славе Они получили Свой Венец 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 Который Ой-ой-ой-ой Надо Заплатить Много Крови Пота И слез И Сейчас Кто пойдет Для нас Бог Спрашивает Кого Послать Вершалаима Вот есть Сумасшедший Один Тут В онлайне А ну Давайте Поговорим С ним Ты не против Не Я не против Пойдешь Пойду Все Что я тебе Скажу Сделаю Сделаю Не побоишься Не побоюсь Не Может и побоюсь Но не так сильно И не долго Ой Выкручите Потом Смотрю Я уже Не один Тут Уже У меня Компания Онлайн Собралась Я вас Никого Никогда В глаза Не видел Слушайте Мы Кассиром Назначили Человека Я сыну Говорю Что Бог Показал Одного Из Нашего Онлайна Вы Его Даже Никто И Не Знаете Это Сергей Из Самары И Я ему Пишу Будешь Бухгалтером Он Говорит Если Богу Угодно Я Пишу Угодно Теперь Все Финансы Россияне Шлите На Сергея Он Знает Что С Ними Делать Бухгалтеры Для Этого Существуют Он Знает Что Делать С Деньгами Апостолам Деньги Не Нужны Не Нужны Если Нужны Они Бухгалтер Дай Мне 5 Миллионов Евро А Вернее Не Так Даже Они Не Касаются Бухгалтер Заплати Этим Людям 5 Миллионов Евро Пусть Идут Вот Это Наши Подрядчики Они Нам Построят Скини Вот И Бухгалтер Считал Все Расписочки Документы Бухгалтер В этом Очень Хорошо Соображает А Апостол Пошел Себе Дальше Ловить Рыбу Вернее Человеков Человеков Я Сделаю Вас Ловцами Человеков Ух Есть Такие Рыбы Которые Я Очень Прямо Аж Руки Чешутся Поймать И Бог Даст Поймаем Почему Откуда Я знаю Откуда Уверенность Такая Потому Что Мы В финал Вышли В финал Мы Мы Победители Мы Уже Победители Потому Что Вышли В финал В финал Выходят Победители Только Проигравшие Они Где-то На Задворках Вселенной И Поэтому Если Господь Говорит Мне Что Я Буду Спокойно Смотреть Из Моего Жилища Я Ему Отвечаю И Я Тоже А ну Ка Учи Меня Как Это Сидеть Спокойно И Смотреть Из Своего Жилища На Это Марь В Зной День На Это Облако Пара В Жатвенный Зной Когда-то Дух Святой Мне Сказал Такую Фразу Я Этой Фразе Научил Всех Всех Кого Знал Вера Делает Человека Спокойным Вот Откуда Вот Эти Беспокойно Я Успокой Ты Меня И Там Россия Успокаивают Лопатой Там Бутылкой По голове А Как Успокойно Ее Она Беспокойная Я Так Иногда Ролики Попадают В Ютубе Как Мужики Бьют Бабу Баба Дерется С мужиками Пьяными Это Такая Картина Вообще Вера Делает Человека Спокойным А Когда Ты Спокоен Тогда Ты В Верие Если Ты Все Еще Суетишься Ты Еще Все Переживаешь Угло Угол Бегаешь А Где Взять Деньги Тут Рыбы Такие Рассказывают Перспективы Как Это Может Быть Да Кому Он Там Нужен У Него Ж Никого Нет В Израиле Связи Нет Я Он Сидел Всю Ночь Не Спал Рисовал Ну Что Я Знаю Про Израиль Где У Меня Какие Точки Опоры Какие Люди На Кого Положиться Ну Практически Нет Практически Есть Два Человека На Которых Я Могу Положиться И Есть Два Города Которые Мне Предоставляют Жилье Вот Это Очень Для Них Большое Благословение Принимающий Посланника Принимает Пославшего Так Что В Пятницу Я уже Буду Ночевать В Израиле На Хорошей Мягкой Постели Сяду В Хороший Самолет Пройду Прекрасно Таможню Благословлю И Здесь И Там Всех Буду Лететь И Молиться Над Всеми Странами Над Всеми Морями Океанами Везде Буду Видеть Буду Благословлять И Даже Может быть Там Самолете Сделаю Причастие Во Имя Отца Сына И Святого Духа Чтобы Вы Присвободить Силу Крови На Турцию Ну Например Сила Крови И Шва Хамашеха Которая Досойдет На Турцию И Смотришь Турцию Турки Уже Обмякли Смотришь Уже Турки Не Хотят Быть Империей Смотришь Турки Уже Говорят На И 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 Смотришь Уже Все Это Было Уже С Персидской Армией 150 Тысяч За Одну Ночь Умерли Поэтому Перси Че Они С Ума Сошли Опять На Израиль Лезут На Кого Ты Мазу Тянешь Ой Вей Скажите Ой Вей Ой Вей Ой Вей Ой Я Насчитал В Израиле Вот Людей Которых Я Знаю Больше Тридцати Человек Которые Там Уже Живут Я За них Сейчас Молюсь И С вами Сегодня Помолюсь Чтобы Бог Показал Этим Людям Хотят ли Они Быть Частью Команды Хотят ли Они Как Местные Знаете Оказать Помощь Приезжему Показать Все Там Переводить Там Если Надо Финансами Поддержать И так Далее Захотят Ли Вот Эти Люди Тридцать Человек Я Буду За Них Очень Серьезно Молиться Но Еще Больше Буду Молиться За Тех Кого Не Знаю Вообще Ой Вей Потому Что Пробуждение Всегда Начиналось Там Где Ты Никого Не Знаешь Например Пришли Апостолы Лидию Лидию Такой Городок Греции Македонии И Пошли К речке На Окраину Города Где Был У них Молитвенный Дом Там Синагога А Там Женщина Благочестивая Лидия Зовут А город По-моему Лидда А она Лидия Она Как их Услышала В синагоге Она Как Вцепилась В них И Говорит Живите У меня А была Богатая Бизнесвумен У нее Бизнес Был Она Шила Ткани Ручной Работы Это Ценилось Тогда Станков Не Было Вот Это Руки Глаза Женские Могли Творить Чудеса Пенелопа В Одиссея Сидела Такое Вышивала Что Все Готовы Были Жениться На ней А Эта Женщина Она Занималась Тканями Занималась Одевала Богатых Людей И Приглашает В дом Идите Ко мне Апостол И живите Ну Че Не Пойти Никто Больше Не зовет Синагога Как Повымерло Это Я В Питер Приехал Молодой Верующий Наивный Вообще Страшно Вот Оставил Детей Там Гайсин Гайсин Не Гайсин Под Питером Там есть Такое Гатчина Гатчина А сам Поехал На вечернее В Питер Хочу На собрание К святым И там Был у меня Один человек Мне дали Вот Спросишь Такого Он тебя Возьмет На ночевку И я Всем Сказал Семейным Я уезжаю С ночевкой Я был Уверен Что буду Ночевать И Огромная Церковь Пятьсот Человек Огромное Здание Собрание Такое Себе Собрание И Я спросил В конце Собрания Когда все Закончилось Вот этот Человек Говорит А его Нету Сегодня А как Его Найти Где Адрес Нет Его Вообще В городе Нет Я говорю А я не местный Переночевать Может кто-то Поможет Ну Обратился К этим Пресвятерам Кто Возьмет Брата Из Крыма Дорогие Братья Сестры И я Стою Такой Улыбаюсь Думаю Сейчас Кинутся Питерские Кинулись На метро Все На метро Потому что Опаздывали Метро Все Москвичи Питерцы Киевляне Они Очень Шустрые Быстро Передвигаются Быстро Что Всегда Куда-то Спешат Времени Мало Расстояния Большие И я Стою Смотрю Как Все Уходят И молюсь Господь А что Делать Мне На вокзал Пойду Спать Что поезда Уже Все Закончились Я Я Назад В Гатчину Не Уеду До Утро До Шести Буду Где-то На скамеечке Зак 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 Кричите Мама Дорогая А Слышу Внутри Подожди У меня Всегда Есть Лучшее Для Тебя И Какая-то Девушка Подбегает Брат А А Вам Негде Спать Нет Ой Пожалуйста Пойдемте К нам Ой Пожалуйста Можно Вы к нам Пойдете Пожалуйста Я очень Хочу Вас Пригласить Конечно И там В целое Она Дети У нее Еще Кто-то Муж Все И они Меня Повезли К себе Домой Я попал В семью Удивительных Они мне Всю ночь Рассказывали Про блокаду Ленинграда И там Чудеса Что Я им На гитаре Пел И у нас Получилось Такое Собрание Что Лучше Того Собрания Что Где Мы Были Нам Много Я Выспался Утром Мы Встали Позавтракали Опять Гитара И разговор Я говорю Ну же Мне Надо Потому что Меня Ждут Я Сказал Что Я Вернусь Вот И я Вернулся К вечеру Туда Это Счастливый Довольный И мы Еще Какое-то Время Переписывались Не Каким-то Межгородом Хорошие Ребята Остались В моем Сердце И Я Их Не Просил Ночевать Я Даже Не Знал Так И Я Вас Не Знаю Но Вы На Меня Смотрите А Дух Святой Вам Что Говорит Лидии Что То Сказал Бог Которого Она Верила И Он Ей Сказал Возьми У Тебя Ж Огромный Дом У Тебя Место Там Двадцать Комнат Пять Ван Четыре Туалета Ну Возьми Этих Ребят Возьми Моих Служителей Поддержи Они Нуждаются В Поддержке Сейчас Пока Церкви Нет В этом Городке Потом Когда Там Родилась Община Не Было Проблем С Ночлегом Там Все Рады Были Апостола Принят А пока Вначале Знаете Всегда Тяжело Я Не Кое-что Знаю Не буду Говорить Кое-что Знаю Я Спокойно Смотрю Давайте Это Повторите Я Спокойно Смотрю Из Моего Жилища Как Марева В Зной День Как Облако Пара В Жатвенный Зной Вера Делает Человека Спокойным 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 И Сразу Вспоминаю Вторая Книга Царств Сразу Последние Слова Давида Вот Он Это Четко Знал Что Такое Смотреть С позиции Всевышнего Сидеть Одесную Бога Находясь В теле На земле Вот Что Такое Спокойно Смотреть Из Божьего Жилища На Все Ну Если Ты В Божьем Жилище Сейчас То Что Тебе Кто Что Кто Что Кто Кто Что Что Кто Кто Надя Молодец Я Спокойно Смотрю Молодец Так И Смотри Вот И Все И Не Подашься Никогда Панике Никогда Никаких Разочарований Не Будет И Главное Что Видно Хорошо Все Детальки Маленькие Последние Слова Давида Это Книга Вторая Царств 23 Глава Пророчество Давида Сына И Есея Я читаю Новый Русский Перевод А давайте Восточный Тут Есть Восточный Перевод Еще Интереснее Последние Слова Давуда Пророчество Давуда Сына Есея Пророчество Человека Вознесенного Высочайшим Человека Помазанного Богом Якуба И Сладкоголосого Певца Исраила Дух Вечного Говорит Через Меня Слово Его У меня На Языке Бог Исраэла Сказал Скала Исраэла Исрек Обо Мне Тот Кто Правит Людьми Справедливо Тот Кто Правит Со Страхом Пред Всевышним Подобен Свету Утро Подобен Солнцу Встающему Безоблачным Утром Подобен Сиянию После Дождя Которая Растит Траву Из земли Вот Такое От Бога Услышать Да Не Сразу Некоторые Поняли Что Я Сказал Я Не Сказал Про Чем Бог Израиля Сказал Обо Мне Пишет Давид У него Были Тайные Глубокие Духовные Отношения Всевышний И на Одном Из Таких Свиданий Всевышний Мой Знаешь Кто Ты Кого Ты Мне Напоминаешь Ты Мне Напоминаешь Человека Который Правит Людьми Справедливо Я вижу Это Я вижу Как ты Правишь Людьми Со Страхом Передо Мною Так Вот Ты Мне Напоминаешь Свет Утро Вот Ты Мне Напоминаешь Ты Похож На Свет Утренний Свет Утренний Свет Помните Люцифер Это Утренний Свет Люцифер Но Он Пал Он Больше Не Утренний Свет А Давид Встал И Занял Его Место Люцифера Вот Ты Мне Люцифера Напоминаешь Когда Он Был Еще До Греха Вот он тоже такой был сияющий, яркий, неординарный, как запоет, как заиграет. Вся вселенная плачет. Вот так и ты, Давид, ты мне напоминаешь Люцифера до греха падения. Ты похож на свет утра. Ты похож на солнце. Вот как я тебя вижу, Давид. Ты похож на солнце, встающее безоблачным утром. Когда ни одного облачка, это в Израиле нет облаков, чтобы вы знали. Это большая редкость. И вот на этом безоблачном, глубоком, голубом небосводе, без единой беленькой тучки, вот это глубокий аквамарин. И вот из моря поднимается солнце и наполняет, и освещает эти краски. Голубые, ультрамариновые там всякие, синие, голубовато, золотые. И это такое красиво это. Давид, ты очень красивый. Вот ты похож на солнце, которое вот встает. Ты когда поешь, я смотрю на тебя, не вижу человека, я вижу солнце. Я вижу, как солнце встает, восходит в силе на безоблачном небе. Ты похож, Давид, еще вот мне напоминаешь сияние после дождя. Вот дождь уже закончился, и тут такое освещение вообще такое. Вот кто помнит такие, в парке попадешь после дождя, листья зеленые, зеленые, зеленые. Краски вообще все поменялись. И вот это сияние после дождя, оно незабываемое для художника. Ну не только художника, я тоже люблю, люблю. Я что-то недавно вот подумал, что если бы я начал рисовать, я бы такое рисовал бы. Мама дорогая, точно. Вот может что-то начну, может в Израиле возьму кисть, кисть и картины, картины маслом. Бог художник, Бог художник. Вот у него есть, он мыслит образами, как художник. И когда он глядит на человека, смотрит на тебя, вопрос, какой образ он видит. Вот он спрашивал пророка, вот что ты видишь? Говорит, вижу котел. Поддуваемый ветром огонь. А в котле? А в котле что-то страшное варится. Там ужас. Да, вот это для меня Иерусалим такой. Ой-вей. Вот что видит Бог, когда смотрит на меня? Мне даже самому интересно услышать. Но раз он заговорил на эту тему, что значит мы уже где-то в чем-то приблизились. Приблизились к свету утро. Для Израиля мы принесем утро. Мы принесем свет. И знаете, к нам домой придут эти Рабиновичи и Кагановичи. И скажут, Рэбэ, ты от Бога настоящий. А откуда вы, чего решили? А дела, которые ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Всевышний. Ой-вей. Давид такие дела творил. Творил. Он вставал, как солнце. Пробегать свое поприще от края до края. Ничто не укрыто было от его теплоты. Как царь он был, царь солнца. Он обогревал всю большую свою страну. Все любили Давида. Очень любили. Великий царь. Великий. И Давид пишет. Разве не таков мой дом у Всевышнего? Разве он не заключил со мной вечное соглашение? Полностью устроенное и непреложное. Разве не от него все мое спасение шло? И все мои желания. Но все нечестивые подобны тернию, которые отбрасывают прочь и не берут руками. Всякие, кто касается тернии, это колючки такие, вооружаются железом или древком копья. И его сживают там же на месте. Хорошие слова. Мы услышали про Давида. А теперь хорошие слова услышим про Сион. Давид написал последний свой псалом о Соломоне. Потом на Сион пойдем. На Сионе хорошо живется. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы шалом людям. И холмы правду циткейнам. Да судит нищих народа. Да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. Вот наша миссия. Спасти сынов убогого. И смирить притеснителя. Вот эти начальства и власть. И будут бояться тебя. Доколе прибудут солнце и луна. Вроды родов. Он сойдет, как дождь, на скошенный луг. Как капли, орошающие землю. В одни его процветет праведник. И будет обилие шалома, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря. От реки до концов земли. Падут пред ним житель пустынь. И враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Саввы принесут дары. Аравия это арабы, чтобы вы знали. Так что ждем огромного пробуждения среди арабов. Просто гигантского. Они понесут все, все, все на Сион. Цари Аравии и Саввы принесут дары. Савва это современный Йемен. Поклонятся ему все цари. Все народы будут служить ему. Ибо. Ибо, скажите все. Хорошее ключевое слово. Он, Соломон, Шломо. Сейчас период Шломо наступает. Мы достанем из преисподней венец Шломо. И будем носить его с радостью. И вы увидите, что будет. Что будет. И вот, что сделает Шломо. Почему Давид так радовался, что он помазал Шломо. Он избавит нищего, вопиющего, угнетенного, которого нет помощника. Будет милосердь к нищему и убогому. Души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их. И драгоценно будет кровь их пред очами его. Будет обилие хлеба на земле. Наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане. И в городах размножатся люди, как трава на земле. Вырастут мегаполисы еще больше. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце. Будет передаваться имя его. И благословятся в нем все племена земные. Все народы ублажат его. Благословен Адонай, Юдгей, Вавгей, Бог Исраэля. Един творящий чудеса. И благословено имя славы, шхины его вовек. И наполнится шхина его, вся земля. Амин. И амин. Кончились молитвы Давида, сына Иесея. Я напомню, что шломо, это носитель семени. Не уничижайте никого, кто есть носитель семени Иешуа. Читайте родословные, родословные. И как семя продвигалось от Адама к Сифу, от Сифа к потомкам, к царям, к пророкам до рождения Маше. Поэтому шломо, это прообраз тысячелетнего царствия Божия на планете Земля. Это золотой век церкви. И он уже начинается в эти годы. Для кого-то. Не для всех. Один парень так опрометчиво написал такой лозунг. Все будет хорошо. А Дух Святой мне сказал. А ты ему напиши. Да. Поставь точку. И потом напиши. Но не для всех. Да, будет хорошо, конечно. Но не для всех. К сожалению. Глубокому нашему. Сион. Иоэль. Иоэль. Ибо вот в те дни. Третья глава. Иоэль. Когда я возвращу плен Ягуды и Иршалаима. Это уже случилось в 48 году. 13 мая будем святковаты. Танцевать и радоваться о 70-летии образования государства Исраэль. И я буду это тоже делать. Только уже там. Там, на той земле. И вот в те дни. И в то самое время, когда я возвращу плен Ягуды и Иршалаима. Напоминаю, что в мае месяце столица Израиля Иршалаим принимает посольство. Переносится посольство из Тель-Авива в Иршалаим. Посольство многих государств. Уже много желающих. И вот это все свершается на наших глазах. Просто. Я соберу все народы. План Божий. Соберу все народы. Приведу их в долину Иосифата. И там произведу над ними суд. За народ мой и за наследие мое. Исраэля, который они рассеяли между народами. И землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий. И отдавали отрока за блудницу. И продавали отраковицу за вино и пили. Что вы мне, Тир и Сидон. Все округи филистинские. Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваше. Потому что вы взяли серебро мое. И золото мое. И наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. И сыновья Гуды, и сыновья Шалаима продавали сынам эллинов. Чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их. И обращу мзду вашу на голову вашу. То есть здесь конкретное предпорочество о том, что сейчас будет соседями Израиля. Соседями Израиля будет Цорес. Такой жесткий. Жесткий. За то, что они сделали с Израилем в 70-м году. Первого века. Нашей эры. От рождения Ишуана. Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне. Я провозгласил. Теперь провозглашаю. Приготовьтесь к войне. Приготовьтесь. К войне надо готовиться. Как? Возбудите храбрых. Вторая книга царств заканчивается. Храбрые Давида. Храбрые. Это особые люди. Особой формации. Особой. Каждый был на счету. Особенно у царя. И сегодня они тоже есть. Возбудите этих храбрых. То есть пробудите их. Просыпайся. Илья Муромец. Что ты лежишь на печке уже 30 лет. Или 33 года. Давай вставай. Там этот вот. Тугарин. Царь. Грабит. Насилует и убивает. Иди. Защити нас. Ты ж богатырь. И вот сейчас поднимутся эти богатыри. Вы увидите. По всем, по всем странам. По всем, по всем континентам. Кто их возбудит? Пробудит. Пророки. Голос. Голос. Громкий. Разбудит. Богатыри. Возбудите храбрых. Пусть выступят. Поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи. И серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит. Я силен. Спешите. И сходитесь. Все народы окрестные. Соберитесь. Туда. Дунай. Веди твоих героев. Пусть воспрянут народы. И не зайдут. В долину Ясофата. Ибо там я воссяду. Чтобы судить все народы. Это всюду. Пустите в дело серпы. Божатва созрела. Идите спуститесь. Ибо точила полно. И под точили переливаются. Потому что злоба их велика. Толпы. Толпы. В долине суда. Ибо близок день Господь. Йом Адонай. Йом Га Адонай. К долине суда. Йом Кипур. Это судный день. Солнце и луна померкнут. Давайте это скажем громко. Солнце и луна померкнут. Померкнут. Страшное время. Звезды потеряют блеск свой. Потеряют. И. Возгремит Адонай Стиона. Возгремит Адонай Стиона. И даст глаз свой. То есть апостолов и пророков. Через них. Из Ершалаима. Содрогнутся небо и земля. Вот что нас ждет. Перспективы. Содрогнутся небо и земля. Но Адонай будет защитой для народа своего. И обороной для сынов Исраиля. Тогда узнаете. Читаем громко. Что Я Адонай. Юд Гей Вав Гей. Обитающий на Сионе. Обитающий на Сионе. Это нижняя часть портала. Верхняя там, где Бог сейчас. А нижняя часть это Сион. И нам нужно освободить Сион. Для того, чтобы соединилось небо и земля. Чтобы мы увидели отверстиями небеса и ангелов восходящих и нисходящих в этом портале. Тогда узнаете, что Я Адонай, Юд Гей Вав Гей, обитающий на Сионе. На святой горе Моей. Моей. И будет Яршалоим святынею. И не будут уже иноплеменники. Не будет там атеистов, коммунистов и прочих религий. Не будут иноплеменники проходить через него. Из-за отсутствия иноплеменников в этом регионе. И будет тот день. Горы будут капать вином. Холмы потекут молоком. Все русла иудейские наполнятся водою. А из Дома Господня выйдет источник. Будет напаять долину Ситим. Египет сделается пустынью. И Эдом это... Сосед Израиля и Ордания Будет пустой степью За то, что они притесняли сынов Ягуды И проливали невинную кровь в земле их. А Ягуда будет жить вечно. И Яршалоим роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще. И Адонай будет обитать на Сионе. Вот уже все. Вся картина нарисована. Будем причащаться. Добавляем. Продолжение следует...